Матфея 26 главы Матфея 26, и здесь сказано о крови Я буду говорить о крови Ну и также то, что еще, что Господь положит на сердце Матфея 26, стих 27 и 28 И взял чашу Господь и благодарив Первое, что сделал Господь, Он возблагодарил Он благодарил Друзья, нам нужно благодарить за чашу, то есть за кровь Иисуса Скажите аминь Нам нужно благодарить за это, скажите аминь на это Это есть та жертва, которая нас очищает Та, которая очистила нас Он взял чашу и возблагодарил Первое, когда мы приходим в церковь, нам важно начать благодарить Бога Когда мы проснулись утром, лучше всего начать благодарить Его Благодарить за новый день Благодарить за солнце, за погоду благодарить за благо, обязательно благодарить Его. Библия говорит, когда мы благодарим за пищу, не просто благоставляем. Библия говорит, что мы благодарили за пищу. И тогда она освящается Словом Божьим и молитвой. Благодарение Богу. Аминь. Благодарение Богу, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Аллилуйя. Благодарение Богу. За все благодарите, говорит Слово. Дадим Ему славу и хвалу. Это утро. Аллилуйя. Аллилуйя. Дадим Ему славу. Воскрытым скажем, слава Богу. Благодарю. Благодарю. Благодарю тебя, Господь. Павел писал о благодарности, находясь в тюрьме. Он писал о радости, находясь в тюрьме. Он сказал, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Он писал о радости в послании к филиппийцам. Еще раз говорю, радуйтесь. И когда он находился в заключении, Бог хочет, чтобы мы радовались и благодарили Его. И так Господь взял чашу и благодарил. Не забудем благодарить Его. Когда мы возьмем эту чашу в свои руки, начнем благодарить Его за кровь, которая нас омыла. Которая нас освободила, слава Богу. Где бы мы были, и что бы было бы с нами, если бы мы не были омыты кровью Христа. Хвала Богу, Он омыл нас. И Матфея 26-27, взяв чашу, благодарил и подал им. И сказал, пейте из нее все. Он подал своим ученикам. Он не подал это всем, кто были в городе. Он подал имя на своим ученикам. Поэтому причастие, оно подается христианам. И по нескольким причинам. Потому что они в завете, они вступили в завет, и Господь учредил завет именно в причастии. Потому что они могут оценить кровь и не поругаются над нею. Они не отнесутся к ней, как к напитку или как к вину. Верующие именно кто? Ученики Христа. Они ее оценят и постараются оценить. Так, как мир не может оценить. И мир действительно не ценит, не знает. Очень скупо пишет об этом. Я наблюдал программы новостей на праздники Пасхи, на времена страданий. Например, эстонской Пасхи, европейской Пасхи. Очень мало об этом пишется. Очень скупо пишут, описывают журналисты. Только потому, что многие из них не знают Господа. Иногда показываются обрядовые служения или что-то такое. Но вот раскрыть этот праздник, чтобы устроить на всю страну хвалу и прославление, чтобы устроить музыкальные коллективы, христиан, протестантов, всех, прославляющих Господа, радующихся на Пасху, радующихся воскресенью. Этого мы пока в мире не видим. Мир не может оценить. Он не может поступить. Они также, некоторые попирают кровь Христа. Как вы думаете, попирают? Библия говорит, попирают, то есть топчут. Как? Как? Сразу после Пасхи и воскресенья Христа многие думают, что они могут напиться с алкоголя. И они считают, что это нормально. То есть они попирают тут же жертву Христа, кровь Христа. Приняв причастие на Пасху, они тут же могут напиться. И сразу попадают многие в больницы. То есть сотни людей попадают с объедением и с пьянством сразу же после Великого Поста. Попадают на скорой помощи. В больших городах есть огромное число. В Киеве, в Москве. Потому что не знают Господа. Потому что попирают кровь. Но Бог не хочет, чтобы мы так относились. Скажите аминь. Чтобы мы принимали в благоговении и в служении Богу. И, конечно, ошибка вина не то, чтобы самих людей в этом. Часто вина в том, что религиозные обряды, которые они верят и соблюдают, они не учат их радикально полностью оставить грех, полностью вычеркнуть алкоголь из употребления, возненавидеть алкоголь во всех его этикетках, во всех формах, вкусах, запахах, чем угодно. Но так как грех позволяется в какой-то форме, то он в той или иной форме овладевает людьми, и это приносится уже как норма. Поэтому, но это не так, мы познали Христа. Библия говорит, вы не так познали Христа. Вы приняли и в нем научились, чтобы отложить ветхого человека с делами его. Скажите аминь. Отложить. Верующие христиане призваны отложить. И сегодня нечто будет звучать об этом. Слово оставить. Но мы прочитаем об этом дальше. Смотрите. Ибо где? Ибо это есть кровь моя. Нового союза. Нового завета. Нового договора. Соглашения между Богом и человеком. Новое соглашение. Новый союз. Новая связь. Скрепленная моей кровью. Кровь завета. За многих изливаемая во оставление грехов. Обратите внимание на слово оставление грехов. Кровь была изливаема, чтобы грехи были оставлены. Есть очень сильное слово оставить. Я хочу говорить об этом. Оставить или отложить. Сильное слово оставить. Здесь Господь говорит о том, чтобы грехи были оставлены. Оставлены значит отставлены в сторону. Брошены. оставлены, забыты. Это значит не иметь с ними связь. Это не касаться этого. Слово «оставить» – это очень сильное слово. Когда Иисус пришел к ученикам, когда Он пришел креститься к Иоанну, Иоанн сказал, «Господи, Ты ли приходишь ко Мне креститься?» Иоанн как пророк, как предтеча, как говорят в русском языке, то есть как тот, кто пришел пред Ним. Он понимал, кто перед Ним сейчас стоит. И в отличие от всей массы народа, которые приходили креститься, один Иоанн знал, что вот тот, кто сейчас подошел к Нему – это Мессия, это Сын Божий. И он знал это прежде, чем голубь на Иисуса Христа сошел, потому что он препятствовал Господу креститься, говоря, «Господи, Тебе ли креститься?» Это я должен креститься от Тебя. Иоанн осознавал святость Господа, что Ему крещение не нужно. То есть по своим качествам, по своей праведности и святости Иисус не нуждался в крещении и покаянии. Кто верит в это, скажите. Аминь. Он не нуждался в крещении и покаянии. Кто верит в это громко, скажите. Аминь. Но Он сделал это ради нас, чтобы показать нам пример. Он сказал Иоанну. Иоанн говорит, удерживал его. Нет, ты не должен креститься, потому что это было крещение и покаяние. Они исповедовали грехи свои. Иисусу нечего было исповедовать. Он был святой и праведный Сын Божий. Кто верит в это, скажите. Аминь. Он родился от непорочной Девы Марии. Он родился силой Святого Духа. Он пришел как самоправедность и святость. И вдруг он подходит к Иоанну, желая, чтобы он крестил его. Иоанн удерживал его и говорил, Господи, это я должен от Тебя креститься. Но Господь говорит ему сильное слово. Матфея 3,15. Иисус сказал ему ответ, оставь теперь. Оставь теперь. Оставь это значит, отложи это. Оставь это. То есть не говори это. Не препятствуй мне. Оставь это сильное слово. И Господь говорит, так надлежит нам исполнить всякую правду. Иисус Христос, Он не должен был быть осуждаем. Он не должен был креститься. Он не должен был болеть. Но Он сделал это ради нас. Вы знаете? Аминь. То есть Иисусу не нужно было болеть. Понимаете? Потому что Он был праведный и Он был Сын Божий. Вы верите в это? Аминь. Но Он должен был это принять. По воле Божьей вместо нас. Вот почему Он должен был страдать. Вот почему Он должен был креститься. Это не была ошибка, чтобы показать нам пример. Как бы смирить себя пред Богом. И как только Он это сделал, то Дух Святой сошел на Него в телесном виде, в виде голубя. У нас были крещаемы. И слава Господу, что в начале августа группа молодых людей, у нас сестра, также пожилая Валентина, они приняли крещение. Восемь человек, слава Господу, и одна девочка из Уэльса, они пришли по Слову Божьему. Они пришли, чтобы стать пред Богом. И другим словом, заявить, что здесь я умираю себе. Я оставляю себя в этих водах. Я оставляю себя в водах, как прообраз Христа, как в умершем Христе. И я воскресаю для новой жизни. Дадим Богу славу. И это есть завет. И Господь говорит, оставь теперь. То есть, не возражай мне. Оставь это. Сильное слово оставь. Давайте положим в это сердце. Оставь. Был другой случай, когда ученики услышали призыв Господа в Матфея 4 главе. И Он шел и увидел учеников или будущих учеников закидывающих сети, потому что они были рыболовы. И Он говорит им, идите за Мною. Я сделаю вас ловцами человеков. Там были родственники. Там был Симон Петр. Там был Андрей, его брат, закидывающих сети. Там были сети. Там были лодки. И Господь говорит, идите за Мною. И они тотчас оставив сети. Слово оставив. Скажем, оставив. Составить это сильное слово. Они оставили сети. Сети были греховными? Нет. Сети был промысел. Сети это было их, возможно, заработка. Сети это было их материальное благословение. Лодки. Это всегда стоят деньги. Это благословение. И вот здесь ученики, они говорят, возьмите лодки. То есть, они оставили все. И последовали за ним. Слово оставить очень сильно. Когда человек оставляет лодки, оставляет имущество, то это много значит. Слово оставить, это значит расстаться с этим. Когда Господь сказал, кровь моя изливаемая во оставление греха. Бог хочет, чтобы человек оставил грех, и чтобы не удерживал его. Аминь. Чтобы крещение обрезало эту нить между нами и Ветхим Адамом. Кто верит в это, скажите. Аминь. Чтобы крещение просто оборвало. Это как смерть Христа. Она оборвала дыхание. Она как бы прервала жизнь с внешним миром. И поэтому крещение во Христе, это оставление старого образа жизни. Иисус сказал, кровь моя во оставление. Итак, оставить. Они оставили все написано. И последовали за ним. Матфея 4, 22. Они оставили все. И последовали за ним. Однажды Петр сказал Иисусу, Господи, вот мы все оставили. И пошли за Тобою. Что будет нам? Я хочу вам сказать, в оставлении есть великая сила. Однажды в стихотворении «Остановись» Евгений Евтушенко, он написал, есть в нерешительности сила. Некоторые думают, что сила есть в решительности. Но он имел в виду, есть сила в нерешительности, когда вперед по ложному пути, вперед на ложные светилы, ты не решаешься идти. То есть, когда человек, он не решается идти на зло, идти на грех, идти убивать, идти делать что-то плохое. В этом есть сила. Он нерешителен. Он не уверен. Он не уверен. Американские спецназовцы, они высадились 10 лет назад в Афганистане. Они высадились, чтобы совершить военную операцию. И они высадились неудачно. Потому что их кто-то заметил. Они не очень были сильно вооружены, потому что они пришли для разведки. И они высадились, и там их заметил чабан. То есть, те, которые пасли овец. И эти чабаны, они, естественно, они все были, ну, находились на службе у маджахедов. И у них, у всех есть задание, понимаете, сообщать. Потому что это разведка. И эта группа была замечена. И тогда они думали, что им делать. И по законам войны они должны были их уничтожить. Но эта группа, американские солдаты, они стали думать о том. И стали решать. И они стали принимать решения. И командир группы, их всего было несколько человек. Он спросил. Как вы считаете? Он спросил у каждого мнения. И они все в группе проголосовали, что оставить их живых. Они пожалели этих пастухов и этих подростков, мальчишек, которые были рядом с ними. Там была группа пастухов. И это стоило им жизни. Через какое-то время, уже через короткое время, они оказались под огнем. Они погибли. Их товарищи очень неразумно прилетели на большом вертолете. 19 спецназовцев, элитные котики, так называемые. Они прилетели, чтобы их спасти, не продумав операцию. И они были избиты ракетой. Они все погибли. Но вот эти люди, они... И комментатор, российский комментатор, который писал, он говорил, что нужно было убить пастухов. Нужно было уничтожить их. Но знаете, бывает лучше быть самым убитым, чем убить другого. Ты точно знаешь, что ты спасешься. Но когда убивая других, мой сын спросил меня, сказал, знаешь, сын, убивая человека, ты лишаешь ему возможности покаяться и спастись. И прямиком направляешь в ад. Во-вторых, ты берешь на себя такой грех и не знаешь, что потом будет дальше. Потому что Бог сказал, что убивает, а ему надлежит быть убитым. Поэтому если христианин станет жертвой, это не всегда поражение. Вы знаете, эти люди, они пожалели пастухов. Они понимали, они знали, но им было жалко. Вот здесь пастухи и мальчишки-подростки рядом с ними. И они у них в плену. То есть американцы вооружены. Несколько человек. Пастухи ничего не могут сделать. И они понимали. И они начали голосовать. И они решили их отпустить. Знаете, Иисус Христос, Он решил на небе, что Он нас спасет и простит, а возьмет смерть на себя. Дадим Богу хвалу, дадим Богу хвалу, дадим Богу хвалу Иисусу. И таким же образом погибали и русские солдаты, и в разной стране. И были те, кто жертвовали собой, или понимали, брали огонь для себя. Все это было. Но Иисус единственный, как непорочный огнец Божий, взял на себя грехи всего мира. Грехи всего мира. И поэтому, когда Иисус говорит, оставьте все, уйдите за Мною, Он подразумевает, чтобы мы оставили грех. Оставить грех, это значит обратиться. Искренние христиане, истинные верующие, верят в оставленный грех. Не в тот грех, который человек может делать, и делает постоянно. Он иногда может попросить Бога, но он его не оставляет. Мы знаем, что нужно оставить спиртное, оставить наркотики, оставить то, что является греховным. Скажите аминь во имя Иисуса. Оставить полностью. Оставить эти вещи. И Бог хочет, чтобы мы это сделали, но есть одна только сила. Сила оставления греха находится в крови Христа. Я об этом вернусь. Ну, а сейчас еще добавлю. Слово оставить. Оно да, оно имеет силу. Они оставили имущество. И тогда спросили Господа, Господь, что будет нам, если мы оставим? Оказывается, в оставлении есть воздаяние. Господь сказал, нет никого, кто оставил бы и не получил бы вас стократ больше. Нет ни того, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или сестру, или жену, или детей, или земли ради меня, и не получил бы больше. Во сто крат больше. Земель, матерей, отцов, братьев, сестер, домов. Нет того, кто не получил бы во сто крат больше. Но Он сказал, многие будут первые и последними. И последние первыми. То есть будут последние поколения христиан, которые оставят ради Бога, которые откроют свои дома для служения, которые оставят вещи, подарят что-то, сделают что-то. Будут те, которые были последними, но станут первыми. Это христиане, которые оставляют, которые пожертвуют, которые готовы трудиться, которые сеют, которые благословляют Царство Божие, строят церкви, делают, что могут, отдают. Это качество Бог очень ценит. Есть другой еще пример в Библии. Прежде чем Иисус, Он страдал на кресте, и прежде чем Он был с учениками, за несколько дней в Гессиманском саду, прежде чем Он был, Он был в Вифане. И там была женщина, которая раньше была грешной. Но именно вот ее сердце, оно говорило, и звало ее к тому, чтобы драгоценный сосуд с миром вылить на ноги, на голову Иисуса. И она это сделала. Это было неожиданно для окружающих, потому что никто этого раньше не делал. И это посвящалось особенно близким или умершим. Это было благоухающим мира. Это дорогой состав. Об этом написано в Библии, что больше, чем 300 динариев, то есть больше 300 дней работать нужно. Потому что динария – это заработная плата в день, средняя заработная плата. И когда она это сделала, ее стали осуждать, то в Марка 14,6 сказано, Иисус сказал, оставьте ее. Она доброе дело сделала для меня. Нищих всегда имейте с собой, можете им благотворить, но меня не всегда. Сделав это, она приготовила меня заранее, помазала тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповеданной Евангелие, это в целом мире сказано будет в память о том, что она сделала. Господь сказал, оставить ее. Очень важно оставить верующих, не судить их. Вот они так служат, оставим их. Вот они так понимают, они отдали Господу свои пожертвования. Кто-то пришел и отдал Богу не десятину, а может быть больше, а может быть половину и менее. Может быть кто-то из родственников, вы переживаете, может быть вы обижены на них, что они отдали в церковь. Бог говорит, оставьте их. Они сделали доброе дело. Оставим людей, предоставим им право выбора, предоставим им право распоряжаться своим имуществом, своей жизнью. Оставим их. Оставить это значит поощрить, поддержать и позволить им делать то, что они делают. Господь также говорил слово оставить по отношению к вождям Израиля, которые не верили в Иисуса. Господь сказал, оставьте их. Матфея 15, 14. Оставьте их. То есть не нужно вступать в споры относительно учений, не нужно спорить о религиозных традициях, оставить их. Не нужно спорить о платках, о чем-то, о омовении ног. Не нужно этого делать. Оставьте их, Господь говорит. То есть Бог хочет, чтобы мы умели оставлять, отдать им право, верить так, как они верят. Пусть каждый молится. Если он молится, и он зажигает свечи, оставим это. Пусть человек молится. Пусть он молится и служит Богу. Мы ни с кем не должны ссориться. Скажите, аминь. Библия говорит, перед своим Господом он стоит или падает. Оставим их. Поэтому слово оставить, это значит не конфликтовать, не ссориться, не обижать никого. Помните, человек, он шел и сгонял бесов. Ученики говорят, мы запретили ему. Он говорит, не запрещайте. То есть оставьте этих людей в покое. Кто не против вас, тот за вас. Скажем, аллилуйя, аминь. Поэтому нам нужно дать право выбора. Но, допустим так, что человек может оставить имущество, оставить близких. Он может оставить, в смысле, от этого отказаться в пользу других людей. Но оставить грех человек может только с одним способом. Должна была пролита быть кровь во оставление греха. Есть благодетели на земле, есть меценаты, есть добропорядочные люди, которые что-то хотят пожертвовать. Больницы для детей, дома престарелых, больным, инвалидам и так далее. Это очень хорошо. И Библия говорит, благодетелями называются такие люди. Но есть только один Иисус. И только одна кровь, которая может оставить, оставить небо, прийти на землю, оставить престол, оставить славу, прийти к нам, чтобы ради Его крови наши грехи были оставлены, отложены, чтобы могли бросить. Нет другой силы, ибо только кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Кто верит в это, скажите аминь, пожалуйста. Библия говорит, что именно кровь и без пролития крови не бывает прощения. Евреям 9 глава, 21 стих. Или 22 стих. Без пролития крови не бывает прощения. Можно отдать имение. Библия говорит, Павел говорит, можно отдать имение, и даже тело насошения. Но Господь говорит, что есть только одна сила. Именно кровь, она должна была пролита для прощения. Почему? Потому что наказание за грех это смерть, говорит Библия. Грех, он крайне грешен в Божьих глазах. Он не так крайне грешен в наших глазах. Я говорю об этом смело, потому что мы не до конца осознаем силу и глубину греха. Только Бог может осознать, Он святой. Скажем аминь. Только Бог так сильно и строго требовательно относится к одному проступку, как Ева и Адам сорвали плод. Может быть, один и единственный. Но это было запрещено. И вот Бог был справедлив и прав, когда Он оставил их вне благословения, когда жизнь их она была ограничена. И они прожили там 900, 900 с лишним лет, 800, 700. А затем Господь и это сокровил до 120. Господь, Он свят. Это значит полностью отделен. Он не причастен злу. Он совершенно удален от зла. Это не свойственно Ему. Он не искушается злом. Сам не искушает никого. Он настолько святой, и Он не может быть другим. И поэтому Его требования к нам, Он говорит, имейте мир со всеми и святость, без которой никто не видит Господа. Но мы не можем без крови. Мы не можем изменить себя сами. Что-то отдавая кому-то, делая подарки друзьям с детского возраста, будучи детьми, пытались что-то подарить там однокласснику или соседу. Мы, тем не менее, не могли спасти себя. Мы не могли изменить свой характер. Мы ссорились, может быть, и дрались, и грубили, и не слушались родители, оскорбляли, и думали плохо, допускали нечистые мысли, и какие-то грязные плохие поступки, потому что кровь еще не омыла нас. Но как только мы пришли к познанию истины, как только мы осознали, каждый из нас, ты и я, мы осознали себя грешными и виновными, и поверили в Иисуса, и в Его кровь, начали молиться, каяться, призывать Господа, и, может быть, плакать, то мы почувствовали то, что говорит Слово Божие, что именно кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Итак, кровь пролита, без пролития крови не бывает прощения, кровь говорит, написано Евреям 12, 24, она свидетельствует о прощении и говорит громче, чем Авеля. То есть, у крови есть сила. Что такое кровь? Это знак смерти. Кровь Иисуса Христа, пролившись на кресте, она стала знаком Его жизни. И это был такой знак, который был полным. То есть, воин пронзил Иисуса, это было как бы, и было никакой реакции не было. То есть, Иисус уже был мертв. И не было ни одного звука. Когда Он возил копье, простите за эти детали, Иисус уже молчал, потому что Он нас сам отдал жизнь. Поэтому вытекла кровь и вода. Это был знак. И тогда, возможно, этот палач успокоился. Тогда, после этого, возможно, Он пришел к выводу, Он мертв. Возможно, Он чувствовал себя победителем, как Райхард Бонкер когда-то проповедовал, что Он возил копье, и вот я, я победил его, я сделал это. Возможно, Он думал так. Возможно, так же думали некоторые, когда уничтожали Библию, и они думали, мы победили это. Мы уничтожили. Чаушеску когда-то уничтожил более ста тысяч экземпляров Библии. Он надругался над Словом Божьим. Больше ста тысяч экземпляров Библии, которые были присланы в Румынскую республику, в коммунистическую. Он переработал в утиль и изготовил туалетную бумагу из этого. Он хотел, но потом его тело, оно было так же поругано, его расстреляли собственные граждане. Он валялся в грязи, и он, его жизнь, его семьи оборвалась самым страшным образом. Библия говорит, Бог не поругаем, не бывает, что посеет человек, кто пожнет. Аминь. И Изавель была так же потоптана. Она была сброшена. И это была страшная смерть, о чем не хочется говорить при детях. Но она заслужила эту смерть. И так произошло с ней. Но впереди еще хуже. Впереди будет суд. Впереди будет наказание. Когда каждый из нас предстанет пред Господом. И Библия говорит, верующие в Него не судятся. То есть послушные Богу, верующие в Его Слово, живущие, не говорящие Господи Господи, но соблюдающие то, что Он говорит. Они верующие. Он уже осужден. Он уже приговорен. Потому что не уверовал во имя Сына Божьего. Но Господь Иисус, Он предлагает нам одно. Он говорит. Пейте эту кровь. То есть омойтесь моей крови. Он говорит сегодня неверующим. Это кровь Завета. Через нее вы будете соединены со мной в союзе. Вы станете новыми. Я приму вас. Кровь говорит. Сильнее, чем кровь Авеля. Кровь, она свидетельствует. И 1 Иоанна 5, 8 говорится. Свидетельствует кровь. И вода. И Слово. У них есть свидетельство. Что это за свидетельство? Это значит, если я покаялся. Если я очистил, то я омылся. И кровь внутри меня, она есть. Она свидетельствует обо мне. Понимаете? Она невидима, но она есть. Эта кровь, видимо, в причастии. А мы можем увидеть ее в виде чаши, которую благословляем. Но она внутренне есть в тебе. И Бог видит. Омыт грех или не омыт. Покаялся человек или не покаялся. Если он покаялся, то нам кровь свидетельствует. Потому что он призывал кровь. Он призывал Иисуса. Понимаете? Бог, видя нас, Он видит кровь Иисуса. Когда Господь принимал в Ветхом Завете, Он смотрел не на того, кто приходит, а на того, что Он принес. Люди приходили, священники приходили. Бог видел их. Но Бог понимал, что они несовершенны. Они не имеют силы Духа Святого. Они не имеют закона веры, как Авраам. Но Бог, смотря на кровь, Он решил их прощать. И Бог это делал до тех пор, пока Израиль сердцем своим не отвернулся от Бога. И вот уже жертвы без сердечного участия, без любви к Богу, Бог уже не мог принимать. И их не было достаточно в любом случае. Потому что написано, жертвоприношение ты не восхотел, ты тело уготовил мне. То есть агнца, ягненка тела, уготовлено было для Иисуса, Сына Божьего. Субтитры создавал DimaTorzok